Заключительное в этом году еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб рассказали об итогах, проделанной за отчетный период работы. На встречи побывали и мои коллеги. Более двух тысяч обращений от жителей получили стражи порядка на минувшие недели. Из 24 уголовных дел, возбужденных за этот период, сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть 20, в том числе и убийства. Также в Томилино мы задержали, наверное, сейчас там было нападение на несовершеннолетнюю. Один охранник, работая на нашей фирме, напал на девочку 15-летнюю, пытался ее ограбить, был задержан. Начальник полиции отметил, что личный состав управления готовится к несению службы в усиленном варианте в период с 31 декабря по 9 января. Работа в таком же режиме предстоит и МЧСникам. На прошлой неделе они осуществили 46 выездов по сигналу тревоги. В семи случаях пришлось бороться с огнем. 21 декабря загорание в поселке Малаховка на улице 1 Малаховский проезд, 15, квартира 8. Загорание многоквартирным жилом доме. В результате пожара обгорела обширка межкомнатной двери и частично мебели на площади 2 квадратных метра. При этом был обнаружен пострадавший 1964 года рождения. Система ЖКХ городского округа Люберцы работала штатно, без аварийных отключений. В единую диспетчерскую службу поступило более 6 тысяч обращений. Основная тематика работа МОСОБЛ ЕРЦ. Выпуск двух платежных документов. Все разъяснения были даны. Также все управляющие компании в своих социальных сетях разместили информацию, причину, почему выпущены два единых платежных документа. В проделанной работе отчитались сотрудники управления дорожного хозяйства, представители экстренных служб и здравоохранения. Участники совещания ознакомились с обращениями и жалобами жителей, а также узнали о последних спортивных победах люберчан. В конце встречи глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил всех собравшихся с наступающим Новым годом. Луиза Иеги Азарян, Пётр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.